Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Умта на серии Nave Times RP. Сегодня будет необычная серия, думаю, по названию ролика, возможно, вы уже догадались, о чём сегодня пойдёт речь. Я также, ну, обозреваю новое обновление, каких я, какие я пропустил, точнее, потому что я здесь очень долгое время не играл, поэтому надо посмотреть новые обновы, каких я не видел. Кстати, я себе купил сливу, ну, это такое, так, Panamera Turbo. Что за Panamera Turbo, я что-то не помню. А, я себе Panamera купил, пацаны. Вот, я себе Panamera купил, я забыл совсем про это. На ней, короче, поедем, я так думаю. Вот такая вот Panamera, чё по встречке гоняет, вообще уже попутал. Так, сейчас мы едем покупать грузовик. Да, здесь продаются грузовики, и потом я хочу попробовать поработать на нём, потому что здесь есть дальнобойщики. Мне интересно, можно ли на своём грузовике работать на дальнобойщиках. Блин, Panamera чип вообще охрененный на дрифт. Чип стоит, по-моему, от Mitsubo, помните мою Mitsubo дрифтовую. По-моему, чип от неё стоит, я точно вам сказать не могу. Но, блин, Panamera здесь красивая, кстати, красивый автомобиль. Если бы ещё спойлер двигался, было бы вообще шикарно. Я думаю, ну, когда-то, думаю, разработчики, основатели до этого дойдут, что на серии будут спойлера работать и так далее. Это было бы очень круто, если бы это всё работало. Ай-яй-яй, я ещё не привыкал к управлению, да и вон-то не играл где-то два дня. Поэтому, вот, немного отвык. Сейчас мы поедем. Вот здесь продаются у нас грузовики. Вот здесь продаются у нас грузовики. Так, глушим. И пошлить и посмотрим. Я не знаю, честно говоря, как купить. Самый дорогой здесь это Mercedes. Это Mercedes, на который нам, по-моему, хватает. Да, нам на него хватает. Деньги у меня есть. Я, конечно, хотел взять вот этот. Хочу взять. Не знаю почему, из-за того, что, наверное, у него шесть колёс. Но, честно говоря, я не знаю, какой взять. Вольво, либо этот. Разницы я между ними вообще не вижу. Как бы, блин. Какая между ними разница, я понять сам не могу. Поэтому, я хрен знает. Не знаю, может... Каким цветом сделать кабину, я вообще без понятия. А ну, как у нас обстоят дела с этой тачкой? Как она красится? Эм. Допустим, ярко-зелёный. Ярко-оранжевый. Ну, блин, не знаю, чё-то мне больше это нравится. Давайте её и купим. Вуаля, М900. Не знаю, чё-то мне на подуше больше. Не знаю, как вам, но чё-то мне это больше нравится, чем тот же Мерседес. И так далее, блин. Чип я не знаю, как на него делать будем. Будем ли вообще на него чип делать. Я тоже без понятия. Теперь у нас есть собственный грузовик, чуваки. И сейчас пробуем поехать его затюнить. Да. Мы будем тюнить грузовик. Это, конечно, зашкварно, но... Мы это будем делать. Обязательно. Давайте... Не знаю, может, я чип какой-то под настрой под него. Настройки этого транспорта невозможно изменить. Ага. Изменить настройки этого транспорта нельзя. Это, на самом деле, печально. Но... Сейчас доедем до Тюнга, наверное. Давайте, наверное, доедем на другой машине, потому что... На этой каракатисе мы будем долго ехать. Откуда у меня ШХ есть? Ну... Чё там за ШХ? Огоу. Давайте поедем на ней. Хотя я не помню, откуда у меня она. Но... ХЗ. ХЗ, откуда у меня эта тачка. Но надо будет её обязательно продать. Она мне, как бы, не нужна. Вообще никак не нужна. У меня давай 900 осталось. Номера мы... Не будем на Рузовик, кстати. Хотя могли бы какие-то блаты, там, ХАМ, 3-4-ки. Втулить до него. Но делать мы этого, наверное, не будем. Сейчас доедем до Тюнинга. Блин, чё-то ШХ вообще не будет. О, давайте возьмём его. Этого красавца. На номерах Брабус. На нём мы и доедем, я думаю, по Бурику. Сейчас протюнячим его. И посмотрим, сможем мы, Лин, на своём Рузовике работать на дальнобойщиках. Потому что, я знаю, здесь есть работа дальнобойщика. Я ещё помню, она тут раньше была. Но, блин, тачка, конечно, бомба. Так. Стоп. Как всегда, я забываю выключить радио. Но я вроде выключил. Теперь всё будет у нас хорошо. Так, мы уже почти доехали до Тюнинга. Где мы, возможно, сможем протюнинговать наш автомобиль. Развал бы ему ебануть. Было бы, конечно, круто, я думаю. Было бы классно, если бы у него все колёса менялись. Но у меня такое предположение, что его нельзя тюнинговать вообще. Но сейчас мы посмотрим. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот это уже интересно. Какой же, может, он какой-то другой цвет покрасить? Не, оранжевый ему вполне идёт. вот все так колеса это конечно зашквар какой-то вам и так не кажется чувством чё там с колесами происходит внутри вы это видите просто чё за чё за дичь увидели там внутри маленькие колеса начинаются о приколе кстати а можно на стоковых колесах развал сделать мне интересно блин я даже не знаю что делать блин походу и все-таки нельзя ничего с ним сделать к сожалению господи иисусе так испан во все так думаю будет заебись конечно да мы купили свой грузовик ёпта это на самом деле очень круто не знаю нахрен он мне вообще нужен но я думал его можно противнинговать нормально но оказывается да оказывается вот так вот как так давай чинись заводись и поехали но иметь свою фуру я думаю это тоже очень даже неплохо хотя думаю вряд ли мы сейчас можем на нем поработать давайте мы подержим вот сюда допустим и и ни хрена не происходит а ну так ага нам нужно устроиться на работу давайте попробуем устроиться сначала на работу но я что-то мне кажется мы все-таки не сможем поработать на своем грузовике зачем зачем нужно два выбирать дальнобойщик либо дальнобойщик мне вот это интересует вообще-то прям очень так давайте пробуем походу все-таки нельзя да а ну давайте проверим да все-таки нам нельзя работать здесь к сожалению давайте я волюсь но блин я тогда не знаю для чего эти грузовики сделали на самом деле смысл вообще в них тогда если нельзя ни хрена с ними делать и ты ублюдок ладно я себе карты зачем-то выдал ну ладно бывает тогда я вообще без понятия зачем надо это все так надо посмотреть здесь что-то кстати я заметил то что нет тура это как его все ли нету вертолетов и лодок по моему нет или есть стоп лодки по моему есть да но принципе лодки это обозревать я смысла не вижу но мы купили свою фуру блин было бы дохрена денег я бы на него бат поставил серьезно а у него вообще номеров нету кстати ну да у него вообще номеров нету либо их где-то просто да на нем номеров нету но сам по себе иметь свою фуру блин жалко здесь нельзя не чип изменить не протягивать его но само осознавать того что у тебя есть своя фура это на самом деле прикольно это на самом деле очень прикольно и потом бензина 500 литров ебануться просто ебануть 500 литров бензона нормально чё думаю это будем заканчивать всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал не подписан я думал честно работ по другому серии думал мы там развал сделаем занизим сделаем чип на 600 км километров будем просто прицепы возить на скорости света но на самом деле получилось почему то все не так почему то все получилось не так как я хотел но все же мы купили грузовик и это хорошо ну что ж всем пока пока удачи удачи